Здравствуйте! Вы смотрите программу «В движении». Меня зовут Равид Гор и сегодня мы продолжим общаться с нашими соотечественниками, живущими в странах, которые захлестнула эпидемия. Мы постараемся выяснить, как люди живут и работают в условиях пандемии и какая обстановка у них прямо сейчас при карантине и изоляции. Ну как все начиналось, наверное, так же как и во многих других странах. Ну, ходили слухи о том, что в Китае эпидемия, у всех на слуху был коронавирус, но никакого страха, никакой паники не было. В начале марта, когда появились первые какие-то тревожные звоночки, все это как на стадии было юмора, как-то все смешно, с как-то прибабахом. СМИ еще в феврале месяце нас успокаивали, что все под контролем, чтобы никто не переживал, что все нормально. Хотя уже 31 января наше правительство ввело чрезвычайное положение. 18 марта Бельгия приняла чрезвычайное положение и ввела в стране карантин. Если считать на душу населения, то у нас в принципе заболевших выявленных случаев больше, чем в Италии, если ее в целом считать. И болезнь пришла одной из первых в Швейцарю после Италии. Изначально паники не было, все было спокойно. Потом, когда начался вот этот ком нарастать, нарастать, что вот на севере закрыли, там больные. В общем-то, немножко, да, началась такая как бы легкая паника. Народ начал бегать по магазинам, скупать все, что возможно. Потому что я могу наблюдать, таковой паники не наблюдается. Это, скажем, единственное, что очень заметно снизилось количество прохожих, количество проезжающих автомобилей. У нас была, естественно, великая скупка туалетной бумаги. Примерно неделю после введения этих мер заняло, чтобы осознать, что ситуация достаточно серьезная и в основной массе люди все-таки слушаются этих рекомендаций. Потом немножечко как бы пошло, видимо, осмысление. Значит, немножечко успокоились. Вот. И, в общем-то, сейчас вот все вот в таком подвешенном состоянии. Опять же таки, нет какой-то такой особой паники. Сложная ситуация у нас сложилась в итальянской части Швейцарии, которая непосредственно граничит с Италией, которая изолирована от остальной части страны Альпами. То есть там действительно очень сложно было в больницах. У нас, несмотря на то, что во французской части Швейцарии тоже очень много больных, как-то несколько спокойнее все это выглядит. А что вы скажете по поводу реального единства Европы? У Европы уже давно проблемы с единством. Просто это было не так явно. То есть Брюссель, она же является одной из столиц Евросоюза. То есть, где расположена вся политическая сила Европы. То есть Брюссель, она сглаживала. То есть Брюссель именно как не часть Бельгии, а как часть Евросоюза, она сглаживала эти острые углы. То есть подобные инциденты они происходили раньше. Просто сейчас во время экстренной ситуации это стало видно очень явно, что действительно страны Евросоюза, они на самом деле больше в случае чего будут думать про себя, не про единое пространство Евросоюза. Ну да, помощь пришла из Китая, помощь пришла из России. Америка также прислала денежную помощь, там я точно не помню сколько там миллионов долларов, но была-была помощь от Америки. С Евросоюзом очень сильнейшая, скажем, напряженная ситуация, очень были сильнейшие терки, потому что Евросоюз, да, никакой вообще помощи не оказывал, вплоть до того, что даже некоторые наши губернаторы и депутаты снимали европейский флаг, и это ходил такой ролик у нас по интернету. У нас множество предприятий закрыты, то есть принудительно. Люди, ИПшники, то есть тоже у нас сидят без работ, то есть закрыты парикмахерские, закрылись и даже на вынос закрылись рестораны. В магазины, в супермаркеты мы заходим по очереди, соблюдаем дистанцию, парки закрыты, в общем, все стоит, ничего не работает, кроме магазинов, аптек и каких-то там банки, по-моему, да, тоже открыты. Да, несомненно, экономическая система страдает, равно как и в любой другой стране, то есть при том условии, что фактически все отели пустые, рестораны не работают, большинство магазинов также не работает, все эти люди теряют свою прибыль. В данный момент работают только экстренные службы, вспомогательные службы, курьерские службы, почта, банки и продуктовые магазины. То есть полностью, экономика стоит полностью, все замерло и неизвестно, как вообще, в общем-то, Италия будет выходить из этого, фабрики, заводы тоже все закрыты, не только магазины и развлекательные центры. Меры у нас также введены, но надо сказать, что карантинные меры в Швейцарии, которые были введены примерно месяц назад, они более слабые, чем в соседних странах. В чем там, скажем, во Франции, в Италии или в Испании. Ну, как у нас во всех магазинах сейчас ввели санитарные нормы, по которым вы должны находиться в одном метре друг от друга, то есть на расстоянии тележки для продуктов. Большинство предприятий продолжают работать, но все, кто могут, работают из дома. Общественный транспорт ходит, не нужно никаких разрешений, чтобы, например, выйти на улицу, то есть передвижение свободное. Но за мерами социальной дистанции следят. Нельзя собираться больше, чем пять человек вместе. Нужно соблюдать дистанцию как минимум два метра и прочее, и прочее. Меры, которые приняло государство, я считаю, они уместны, они действительно помогают задержать эпидемию. То есть я не могу сказать, что эти меры мягкие, они просто не избыточные, как в той же Франции, где они ввели буквально комендантский час и пропускную систему. Да, очень тяжело это выдерживать, тем более для итальянцев, которые любят и привыкли, в общем-то, привыкли к активной социальной жизни. Да, испанцы отчасти люди необязательные, но, скажем так, большая часть все-таки она законопослушная. И все-таки первый случай, когда ввели карантин в Бенедорме были все-таки со стороны именно неподчинения властям, это были британские туристы, которых в Бенедорме великое множество, скажем так, в любой сезон. Да, то есть у нас сейчас уже в течение последних четырех недель количество новых случаев в день уменьшается. У нас также, судя по новостям, уменьшается количество занимаемых коек в больницах и, в общем-то, становится несколько легче. Но при этом все понимают, что это очень хрупкое равновесие, если сейчас начнут сильно послаблять карантинные меры, то количество заболевших снова пойдет вверх. Опять же, такие люди разделились на два лагеря. На тех, значит, кто все поддерживает, кто все соблюдает. И, конечно, есть те, которым это тяжело, которые высказывают свое недовольство, которые не согласны с политикой и с проводимыми мерами правительства. Но, по сути, соблюдается. Вот у нас улицы пустые, людей практически нету. Иногда проезжают какие-то машины, какие-то проходят пешеходы, но, в общем-то, скоплений нет. Насколько серьезные ограничительные меры людей реально штрафуют и наказывают? Или это уровни рекомендаций, которые кто-то слушает, а кто-то не слушает? Шраф, безусловно, можно получить от 600 евро до 3000. Поэтому рекомендуется, как бы детские основания нужны для того, чтобы выйти из дома. То есть до ближайшего магазина я 2-3 раза в неделю выезжаю и обязательно беру с собой чек, потому что дважды, буквально за 200 метров могут дважды остановить патрули. Значит, один раз меня остановили. Вот буквально в прошлое воскресенье мы вышли с мужем погулять пешком. Вот, как бы такой особой причины у нас не было, но нас просто проверили документы и сказали, чтобы мы долго не гуляли и чтобы мы отправлялись домой. Во-первых, нельзя сказать, что никакого наказания нет. Могут, в принципе, оштрафовать, если люди собираются больше, чем по 5 или там не соблюдают дистанцию. Но штрафы вполне обычные, скажем, сравнимые со штрафами за парковку в неположенном месте. Полиция может вас остановить и спросить, куда вы едете, но при этом у нас не настолько все жестко, как в той же Франции или Испании, где, чтобы куда-то съездить, нужно специально, ну, просто выйти в магазин, нужно распечатать специальный бланк, заполнить его. Правительство как-то поддерживает людей, бизнес, малый бизнес, людей, которые потеряли работу. Так или иначе, работодатель обязан как бы оплатить месяц. Если у человека контракт закончился в течение срока карантина, контракт должен быть продлен автоматически. Зарплата, так называемая номина, должна выплачиваться в полном объеме. Исключение то, что в дни карантина, когда сотрудник по факту не был на рабочем месте, он должен отработать потом и в счет своего отрасли. Предприятиям, малому бизнесу, мелким предпринимателям, средним, и, значит, будут выдаваться какая-то помощь. Опять же, таки еще толком непонятно, то ли это помощь безвозмездная, то ли это долговая помощь. Про другие, скажем, про сотрудников общеобразовательных учреждений, они получают зарплату, они пытаются ввести, продолжают свою деятельность дистанционно, дают кучу заданий на ютубе. И, значит, всем работникам сезонным, кто работает по сезону, и у кого есть ИП, вот за март месяц должны выплатить, еще не выплатили, но, по крайней мере, разрешили как бы подать запрос по 600 евро за март месяц им выплатят. Правительство достаточно сильно помогает этим, силаем население. То есть малый, малый, средний бизнес, достаточно быстро было решено, что он получит поддержку, то всем малым и средним предпринимателям, грубо говоря, даются беспроцентный кредит на 5 лет до полумиллиона франков, который позволил бы им как-то пережить это время. Ну, кто работает по найму, по контракту, значит, они ушли как бы в такой отпуск полуоплачиваемый или оплачиваемый на, скажем там, на 80%. Значит, кто, кому совсем тяжело и нет даже денег на продукты питания, опять же, государство выделило определенную сумму, распределили по муниципалитетам, и можно подать заявку, и муниципалитет выдаст такие, ну как бы, ваучеры, которые можно оттоварить в супермаркете на продукты питания на 100 евро. Например, я состою в русском клубе Люксембурга. Русский клуб Люксембурга принял решение помогать соотечественникам в распространении информации в комьюнити Нибилюкса. Входят фейки и всякие фейк-ньюсы, всякие страшилки. Безусловно, то есть вплоть до того, что могут по соцсетям, по группам WhatsApp, которые весна популярны здесь, могут какой-то вплоть до того фейковый документ от правительства, якобы правительства, то есть может быть герб Испании, там похожий на официальный блок, якобы за подписью премьер-министра, и расходится, что, например, фейк на прошлой неделе возник, такая новость, что якобы теперь за публикацию, скажем, непристойную на Фейсбуке, ну якобы высмеивающую какую-либо ситуацию, в том числе и дегейную, или еще что-то, якобы последует теперь карательная какая-то акция. Да, у нас были именно наши фейки, бельгийские и люксембургские фейк-ньюзы, но они больше связаны с тем, что принимало бы правительство, то есть там, да, у нас, а, нет, и были, знаете, такие общемировые фейк-ньюзы уровня, там, вертолеты будут завтра распылять химикаты. Я думаю, все в какой-то мере от этого страдают, я не могу сказать, это также будет зависеть от того, кто какие новостные сайты или газеты читает. По крайней мере, источники, которые я читаю, я бы не сказал, что там проскальзывают какие-то фейковые новости. Все выглядит достаточно, достаточно правдоподобно, на мой взгляд. Но я думаю, что в такие сложные времена это неплохая идея каким-то образом отфильтровать пространство информации. На многих людей вот эти события, я брал интервью с россиянами, застрявшими в Китае на карантине, они говорили, что на них эта ситуация очень сильно повлияла, и они будут менять свою жизнь после такого опыта. А что вы о себе скажете? Ну, это очень сильная встряска вообще для всего мира, и для вообще понимания того, насколько он на самом деле у нас хрупок, потому что мы очень любили бравироваться тем, что вот мы люди 21 века, мы все можем, а вот сейчас там в космос полетим. Ну, переоценили ценности, да, есть, наверное, такой момент, связанный с переоценкой ценностей, потому что вдруг начинаешь осознавать, что делать какие-то долгосрочные планы может не иметь смысла, когда приходит вот нежданно-негаданно такая эпидемия. Вот этот контраст, то есть вчера я мог абсолютно свободно, даже иногда не снижая скорости, проскочить по граничный пункт Бельгии и Люксембурга, а сегодня там стоит блокпост, и дяденька останавливает меня и спрашивает, «А куда вы едете?» Вполне возможно, да, что произойдет вплоть до того, что, возможно, придется задуматься об отъезде на родину, хотя информация из Эстонии, она тоже, скажем, не радует, я отслеживаю информацию и понимаю, что там грозит кроме кризиса от пандемии, плюс еще экономический кризис, который, скажем, начался немного до того, как началась вся всеобщая пандемия на самом деле. Не могу сказать, что на меня это сильно негативно повлияло, я думаю, что это трудность, которую мы переживем и всячески пытаюсь из-за этого извлечь какую-то пользу. То есть это, в принципе, дает нам хороший шанс каким-то образом пересмотреть организацию своей работы и жизни, что-то оптимизировать. Бельгийцы меня порадовали именно тем, что они, наоборот, сплотились вокруг проблемы, то есть они очень быстро отринули свои разногласия и встали в один, как страна все-таки выступила, хотя до этого у них, до начала эпидемии у них и правительства не было, то есть это нормально для Бельгии не мочь выбрать правительство, и они буквально жили без правительства, единого на страну. То есть они смогли на фоне эпидемии побороть свои какие-то стереотипы между друг другом, какие-то свои разногласия, сплотиться и начать вместе работать над преодолением ситуации. Ну мы что, мы стараемся не унывать, стараемся смотреть какие-то фильмы, комедии в семье больше, да, что-то такое позитивное. Вот, солнышко выходит, выходим на балкон, значит, принимаем солнечные ванны, это витамин D, который очень полезен для настроения. А чем же вы и ваши соседи, ваши друзья, знакомые занимаете себя в этот долгий период, когда нужно сидеть дома и выходить раз или два раза в неделю в магазин за продуктами? Поменьше смотреть телевизор, тоже, наверное, лучше, потому что оттуда я его называю зомби-ящик, в любом случае это Россия или это Италия, немножко, но немного, потому что потом тоже влияет на мозги. Соответственно, я начал повторять курсы, видео курсы испанского, то есть совсем не повредить сейчас, немного подтянуть действительно самообразование. Я могу пожелать набраться терпения в этой непростой ситуации. Это, к сожалению, пришло, и нам нужно просто пережить этот период. И также постараться еще каким-то образом выполнять все эти требования, которые власти к нам предъявляют, поскольку, как известно, дурной пример тоже очень заразительный. Если все начнут массово нарушать установленные правила карантины, то, в общем-то, этот карантин только продлится еще дольше. Субтитры создавал DimaTorzok